Протокол, подписанный по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации демаркации Кыргызско-Узбекской государственной границы, отвечает интересам двух государств. Теперь нашим странам необходимо провести тщательные совместные полевые обследования по всем участкам, а также двусторонние консультации, говорят эксперты. Сегодня обстановка отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном и отношений руководителей очень положительна. Поэтому все проблемы, я думаю, в интересах обоих сторон, обоих народов Узбекистана и Кыргызстана, обоих государств можно спокойно и положительно. Учитывая интересы двух народов, положительно можно решить. Сейчас впервые проявляет политическое руководство волю и они совместными усилиями уже пытаются решить те локальные проблемы. Если мы не решим локальные проблемы, мы никогда не сможем сотрудничать в области культуры, дипломатии, формате экономического развития. И наконец-то впервые сейчас начали делать разумные шаги. Да, есть недовольные люди, но я думаю, со временем, когда начнет нарастать экономика обеих стран и третьих стран, народ уже увидит результаты и мы найдем свой путь развития. Решение приграничных вопросов требует к себе тщательного подхода. Сегодня отдельные лица распространяют неправильную информацию касательно делимитации и демаркации границ, говорят эксперты. Гражданам, проживающим на местах, необходимо дать достоверную информацию. Поэтому государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию. По протоколу отметил глава правительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы Камчег Ташиев. Он подчеркнул, что жителям необходимо визуально показать на карте, какие участки будут описаны. С Узбекистаном у нас договоренность есть, допустим, о непрерывных возможностях проезда автотранспорта, авиационного, так сказать, обеспечения транспортных, обеспечения самолетами. И это уже плюс. И я думаю, что интересы двух народов, двух государств, они всегда должны учитываться, потому что односторонней выгоды не бывает. Сегодня прилагаются все усилия для решения приграничных вопросов из Таджикистана. Отметим, что общая протяженность Кыргызско-Таджикской границы составляет приблизительно 970 километров и является сложной. Насчитывается до 70 спорных участков. По последним данным, для решения вопроса делимитации и демаркации границ подготовлено свыше 30 крупномасштабных топографических карт. Нерешимых проблем не бывает. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на уровне высшего руководства начнется дипломатический переговор. Мы очень схожи по части экономики и внутренних проблем. Нерешимых проблем не бывает, что с Таджикистаном вопросы границы рано и поздно решатся. Внешняя политика очень для нас важна. Мы не такая геополитическая крупная страна. Мы должны проявить мудрость, выстраивать грамотную дипломатию. И с путем только дипломатии и культуры мы должны выстраивать внешнюю политику. Отметим, что глава государства уделяет большое внимание решению приграничных вопросов. Шаг по делимитации и демаркации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном является историческим в истории кыргызско-узбекских двусторонних отношений и положит конец отдельным приграничным спорам, имевшим место ранее, говорят эксперты.